Девушки отдыхают Девушки отдыхают Иди ко мне Добрый вечер, судья Хотел с вами поговорить Отпусти девочку Пусть идет спать уже поздно Ты кто? Давай, малышка моя, иди ложись Я скоро приду Хорошо А ты накинь на себя что-нибудь Уезжай Дядя, ты только рот свой не открывай Ладно Немного осталось Почти приехали Говори Хорошо, я буду говорить Что ты делаешь? Что я делаю? Делаю то, что ты сделать не можешь Говори Не заставляй привозить сюда твою дочку Что у вас там за дела с инфаном? Где состоится сделка сегодня ночью? Какие у тебя проблемы? Нет никаких проблем На меня смотри На меня Ты зол на меня? Об этом мы потом поговорим Потом Ты сейчас о другом подумай Сможешь ли ты заставить И говорить этого типа До 12 часов ночи? Если ты знаешь способ лучше Дерзай Брат, не надо перед ним Не перебивай меня Этого еще не хватало Что надо? Алло Ты меня рассмешил Гурур это Гурур Кутай На ком тебе это имя? Говори Беляль, брат Нам с тобой нужно За чаем поболтать Ты приедешь в участок Или мне приехать Забрать тебя? А если не приеду? У тебя голова затуманена Ты видимо не слышал Что я сказал? Если ты не приедешь То я приеду И заберу тебя За секунду узнаю где ты Хочешь приехать? Посмотри чем ты там занимаешься? Жди Ладно, жди приеду Приеду, сказал Тот сержант позвонил Тот сержант Он меня в участок позвал Что случилось? Не думай об этом Ты здесь делами займись Здесь займись делами Если хочешь поймать Ирфана Ты наш великолепный адвокат Этого типа заставишь говорить Посмотрим Сможешь ли ты это Красиво сделать Рад тебя видеть Брата мэр А я пока не рад Дело сделано Товар скоро выйдет В 12 дел завершим Можете не беспокоиться Я не беспокоюсь, Ирфан Сейчас он решит это дело А потом Разговаривай со мной Не ставь меня в безвыходное положение Рассказывай Чем вы занимаетесь, Ирфан? Только внучку не трогайте Если я расскажу Ирфан меня убьет Вы его не знаете Знаем А ты нас не знаешь Если ты не расскажешь Будет только хуже для тебя Ты не сделаешь Ты хороший человек Не такой, как твой друг Ты моей внучке Ничего не сделаешь Пришел Последний раз спрашиваю Что перевозит Ирфан? 12 часов Где состоится сделка? Открывай глаза Не открою Если тебя увижу То убьешь меня Не открою Открывай глаза Не открою Закрой окной двери Закрывай Что вы делаете? Не надо Что вы делаете? Не надо Держи это Держи Сейчас открывай глаза Я сзади Пиши письмо внучке Что? Прощальное письмо После того, как убью тебя Своими руками Передам ей это письмо Слово даю Я хороший человек Слово свое держу Давай Говорит, что у тебя нет ничего общего с убийством А сегодня идешь И спрашиваешь про Ирфана Какие у тебя дела с Ирфаном? Какие у тебя дела с Аджаном? Ни один полицейский не станет так напрягаться Чтобы раскрыть убийство Почему ты так напрягаешься? Почему гоняешься за нами, как бешеная собака? На меня посмотри Следи за базаром Против тебя сидит государственный служащий Отправлю за решетку Ничего не сделаешь Тебе нравится бороться с достойным тебя противником Ты не хороший полицейский Ты сумасшедший, как я Поборемся, поборемся Расслабься Но я выиграю Предупреждаю Давай Какие у тебя дела с Ирфаном? Незаконную сделку собираюсь делать Хотел узнать, кто владелец этого рынка Думаешь, за это я не смогу тебя посадить? Я же еще ничего не сделал Давно ли стало преступлением Разговаривать с человеком? Сынок, я тебя поймаю Ну, давай Что это там? Разве это не ты? Фото сделано в день убийства Нет, не я Сынок, я полицейский, а не слепой Поэтому говорю Ты ничего не сможешь делать Если у тебя в руках нет доказательств То ты и к волосинке моей не протронешься Если бы ты доказал, что человек на фотографии это я То я давно бы уже сидел за решеткой Поэтому... Как ее там? Ирфан вроде С ним никакой у меня нет связи Согласись Можешь уходить Это все? Я сейчас выйду из этой двери Ты меня отпустишь Потом, когда я вернусь к своей жизни При малейшей ошибке Поймаешь меня Да? Так? Молодец Хороший вы полицейский из тебя получился Не будем несправедливыми Ты тоже неплохой Буду ждать тебя, Беляль Я всего лишь пешка Всем занимается сириец Его зовут Омер Это он товар поставляет Продолжай, продолжай Омер сирийская мафия Ирфан ему помогает Этой ночью в 12 Из Хаттай автобус приедет Это моя фирма Белиньол Товар, который вы ищете в том автобусе Но я ничего не знаю Они даже мне не говорят Я внучку не брошу Помилуйте Кроме меня у нее никого нет Не убивайте меня Я рассказал все, что вы просили Сейчас отпустите меня Отпустите Прошу вас, отпустите Отпустите Сары, ты где? Что сказал сержант? Проблем нет, я все решил Скоро приеду Не приезжай Мы уже выехали Я заставил его заговорить Как? Как ты? Товар в автобусе, который едет из Хаттай Фирмы Телиньол Быстрее Из Хаттай должен был автобус приехать 12 Где он? Где автобус? Ладно, брат Задерживается В дороге сейчас Скоро приедет Какие у него номера? 31 GL 73 78 Я узнал номера Скорее Что это? Что происходит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас, брат, быстренько все расскажешь Я потерял над собой контроль Из-за того, что каждый день пытаю людей Клянусь, и тебя не пожалею Что ты прячешь в автобусе? Не могу сказать Это секретно Нет, ты не понял Ирфан Алкара Зейнэй Мусорны И этот Амэр Сурьели Вот, смотри, как у тебя сразу глаза открылись Что перевозят эти люди? В каком месте в автобусе спрятано? Ты... ладно, хорошо Шериф Ты иди, Ибо, помоги Я с нашим другом прямо поговорю Держи Есть что-нибудь? Нет Там смотрю Здесь смотрю Везде посмотрел Там посмотрел Смотрел, смотрел Ничего не нашел Думаешь, я хочу? Не останавливаясь Носы и челюсти ломать Думаешь, я хочу? Но я вынужден Поклялся Не было и тридцати Когда положили в могилу моего брата Ради него Ради детей, которые находятся в той тюрьме Ради жизни, которые там закончились Ради детей, которые хморили голодом Избивали Ради детей, которые плакали там на бетонных полах Ради матерей, которые ждали Ничего нет Ради себя Ради того невинного ребенка, которого убили Ради каждой ночи, проведенной в молитвах в той дыре Я вынужден Мы вынуждены Он за рулем Поэтому не может ответить Но проблем нет, брат Проблем нет Все решим Не беспокойся Все под моим контролем Проблем нет Не беспокойся Скоро сообщат Хасан Иди сюда Ты сейчас так Сделай, сынок Иди туда Посмотри, что там происходит Но сильно не светись Никому не показывайся Понятно? Давай Иди туда Сарих Ирфан похищает этих людей Это правда? Эти люди сирийцы. Дети и женщины только прикрытия. В смысле, если вдруг поймают, скажут, что на отдых в семью едут. Почему эти люди в таком состоянии? Одну неделю ждали в Хатай. В подвале их держали. Ждали подходящего момента. Они один день здесь хотели их прятать. У них тысячи долларов. Только и жили тем, что пытались накопить деньги. Я от тебя... Это все? Это все ради денег? Нет. Вообще-то основные деньги от других. Преступники, убийцы. Все они получили пожизненное наказание. Каждый день число желающих уехать увеличивается. Но никто не решается их перевозить. Поэтому много денег они платят. За человека 30 тысяч долларов. А таких 10 человек. В этот раз немного взяли. Перерыв сделали. Чтобы следов не оставить. Они к Амеру идут. Чтобы он их перевез. Он годами этим занимается. Он здесь Ирфану их передает. А Ирфан что с ними делает? Проблем нет, брат. Все под контролем. Сначала товар отправлю в Токердак. А оттуда в Грецию. Проблем нет. 50 раз уже делали эту работу. Не беспокойся. Ирфан, времени сколько? Сейчас, Амер. Ирфан, времени сколько? Брат, я отправил людей. Скоро узнаем новости. Нет, я позвоню в полицию. Я позвоню в полицию. Другого выхода нет. Как будто раньше такого не было. Крилки и служащие будут пойманы. А Ирфан снова на свободе. Что же будем делать, Беляль? Ты сам сказал. Их система работает. Полиция Ирфана поймать не может. Средителей заставим говорить. Если они будут говорить. Давай представим, что заговорят. Но доказательства нет. Что будет? Ирфан снова все будет отрицать. Что будем делать? Иммигрантов похищать? Что ты говоришь, сынок? А если мы этих иммигрантов полиции отдадим? Что будет? Полиция их депортирует. Нет, ничего такого я не сделаю. Ты разве не слышал? Эти люди жили надеждой. Эти дети ради лучшей жизни в том подвале в темноте ждали. Как в тюрьме. Это все с этими детьми произойдет снова. Ирфан выкрутится. Эти дети вернутся к своей несчастной жизни. Ты же говорил, что только Ирфан пострадает. Говорил, что ничего плохого сегодня не случится. Не могу уже я это терпеть. Все происходит с бедными. С детьми. Я не могу этого терпеть. Посмотри на меня. На меня смотри. На меня. Сделай это ради меня. Ирфан. Ты счастлив, малыш? Самый счастливый Смотри, здесь тоже хорошие вещи происходят Даже Ирфан меня сегодня не трогал Потому что сегодня мой день рождения Потому что твой день рождения Ради меня, да? Ради тебя Теперь только хорошее будет происходить Шериф, сегодня же ничего плохого не случится Не случится Теперь только хорошее будет происходить Давай ложись Я слово свое держал Не нарушал его Теперь твоя очередь Готов? Мы выйдем отсюда Снова будем во дворе играть Сливы с деревьев собирать Мороженое есть Наших мам увидим Завтракать будем В школу ходить Сегодня ничего плохого не случится, брат Потому что сегодня Твой день рождения Продолжение следует... Наши Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня я живу. Ради тебя. Прошу прощения. Где ты? Его нет здесь, я здесь. Ты сын детей человеческих. Ты думал, что я про тебя забыл? Сейчас я этот автобус отправлю в Токердак. Деньги у этих людей забираю. Ну а ты, если не сложно, отправишь их в Грецию. На свои деньги. Ты не дотронешься ни до водителя, ни до автобуса. Потому что этот человек ждет. А, да, ты ему скажи, чтобы не беспокоился. В твоей убытке пусть он покроет. А, что? Ты что-то сказал? Что сказал? Я от твою мать. Я от тебя. Слушай меня. Сейчас ты едешь прямо в Токердак. Этот эрфан до автобуса не притронется. Тебя тоже не тронет. Если тронет, если ты заговоришь, я взял номер твоего паспорта. Я тебя найду. Ладно, давай. Понял человек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. У этого парня телефон разрядился. Он не смог ответить. Все решено. Автобус выехал. Едет Токердак. Слава Богу. Еще один трансфер завершился успешно. Ты думаешь, что я дурак? Ты этот товар должен целым и невредимым доставить в Грецию. А если этого не сделаешь, если совершишь еще одну ошибку, вот тогда я тебя удалю из этого рынка. Понял меня? Не так уж плохо мы и сделали. Эй, что ты делаешь? Как будто женщину завлекаешь. Оставьте меня одного. Уходите. 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 Сын Человеческий! Возьми! Возьми! Ещё возьми! Ещё! Что это? Деньги! Деньги за трансфер! Не бойся, не бойся! Я не трогал деньги этих несчастных! Это деньги этого собаки Ирфана! Ей большинство этих бедняк положил! Они деньгами обзавелись и сами об этом не знают! У нас тоже должны быть деньги! Кто знает, что случится! Это деньги убийц? Нет! Деньги Ирфана! В смысле, уже наши деньги! Это первое, что мы взяли у Ирфана! Первые деньги, которые мы заработали! Разве мы не клялись, брат? Ну вот, это его деньги! Мы первый раз сегодня заработали! Не трогай! Не трогай, сынок! Не трогай! Не трогай, сынок! Что бы ты ни делал, но пророчество существует, чтобы сбываться! Твои руки будут...